Вспышно! Вспышно! Светно! Боже! Где ты? Я-я-я-я-я-я-я-я! Теперь мы сделали пропуск до какой-то двери, про которую я, собственно, и забыл уже. Для чего именно? Как бы мне не пришлось вверх по эскалатору туда шлёпать. Не, вроде должно здесь открыться. Где-то здесь аутист Лесли стоял, втыкал в стену. Здесь контрольная точка, что как бы намекает на то, что здесь комната отнюдь не для экскурсий, а кто-то сейчас будет что-то здесь рвать главной героине. Цок-цок. Видите, слышите, как с эхом она прям... Вот Лесли внизу был. Но, к сожалению, бетонная стена отвлекла его внимание ненадолго, и он куда-то ушёл. Он, видимо, не нашёл эту стену настолько интересной, чтобы постоять около неё где-нибудь полчасика. Оп! И Себастьян вместе с этим вторым Джозефом, они почему-то стояли спиной к детективу Кидмана, нифига её не заметили. Здесь мы видим труп, который стоит в позе рок-звезды, которая захерачила обалденное соло, знаете, когда вот они типа стояток опускаются на сцену, типа на коленях. О боже, нет! Съёбываем нахуй отсюда! Кто это умер-то? Я привык к тому, что здесь обычно все уже мёртвые. Его заставили сожрать свою собственную руку. Причём, это левая, правая, потому что уже... Или нет? У него что? Ай, к чёрту. Я запутался, глядя на то, что с ним сделали. Так, по возвращению из STEM пациенты ведут себя всё более беспокойно. Судя по всему, интеграция усугубляет их патологии, что ещё хуже пациенты стали переживать психологические травмы друг друга. Словно самые потаённые страхи, пользователи оседают на нервном узле в районе сфинктера системы и остаются там даже по окончании сессии. Но особенно меня заинтересовало их последнее заявление. Все доедино утверждают, что видели, как к ним медленно приближался человек в капюшоне. Неужели это он? Неужели его сознание в виде призрака по-прежнему живёт в системе? Никогда ещё я не испытывал такого любопытства. Я хочу знать, я хочу увидеть то, что видят они, но это слишком рискованно. На данный момент. Вот так оно всегда и бывает. Хочет он, а видим мы. Большое тебе спасибо, мудак. Так, ага, это серверная. Здесь трупная, как обычно. Какая из этих уродов захочет схватить меня за ногу? А это было уже дважды и оба раза я с успехом обделался. Хватит с меня нахрен. Это как этот монстр, мутант в кресле-каталке в Outlast. Один раз попался, больше не захочешь. Блядь, она так резко вламывается в это помещение. Ну, здесь светло. Свет меня успокаивает. Я уже просто окончательно в этой игре в маленького ребёнка начинаю превращаться. И начинаю бояться темноты. Потому что придёт тётя с ебалым фонарём. И втащит. Ох ты, блядь. Накаркал. Ох ты, блядь. Пожалуйста, ждите, пока что мощи будет восстановлены. Овца! А я сижу вообще неудачно. От нее что съебаться вообще нереально. Ты ебнутая, блядь. Зачем, сука, она присела туда, я ебу. Ну, видимо, она захотела писать, знаете, когда женщинам давят на мочевой пузырь и они не могут терпеть. Вот, пацан, ну, в принципе, может я такой удачливый, но я заранее, ну, предчувствую, что через какое-то время захочу ссать. То есть с момента, когда мне давят на мой этот датчик проходит еще где-то ну, может часа, не знаю, много времени, прежде чем я уже обоссусь окончательно. Но когда я слышу жалобы от какой-нибудь телки, ой, я хочу в туалет. Это все, это значит, что у тебя есть пять минут примерно. Прежде чем она напрудит себе в штанину. Я не знаю почему так, что ли у них цистит этот по колено или еще что-нибудь. Может мне с такими везло, у которых почки слабые. Чок, цок, цок. Лесли! Она говорит, Лесли. Мой фонарик выключить О-о. Здесь еще и ток. Первый день ... 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 Ток выключил. Показание сейчас расширено. Элевейтор сейчас в сервисе. Спасибо за просмотр. Ага, а то об стекло. Об стекло, что-то не очень получилось. Ага, 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 ага. С камерой что-то... Блин, немножко поссорился. Так, это не слюни этого, да? Кто-то... Стрельба. А, это я сейчас должна оказаться в аквариуме. Из которого они меня спасут. Взумительно, да, что я от женского лица стал говорить. Это ролевой отыгрыш. Это значит, что я про. А, вот как фонарь включается. Или что? А, она сама его выключила. Мое мнение, ее не очень волнует. Эй, придурки. Ты же, хоть подай сигнал, а то пристрелят. С перепуга. Мальчонки-то. Кстати, заметьте, что у бабы какой фонарь на батарейках. А у Себастьяна... Себастьяна лампа. Что лишний раз подчеркиваю, что Себастьян лох. Это так похоже на Интерстеллар сейчас. Что-то он не убивает ее. А, он затапливает комнату. Он стоит и сыт себе на белой тапочке. А, вот оно как все обернулось. Спишет все на галлюцинации от асфиксии, да? Вау. Вот это качество. А что, вот такое разве там было? Вот этого я не помню. По-моему, они стали путешествовать вместе какое-то время после того, как они ее спасли. Но, может, и нет. Ну, это же альтернативная реальность. И этот эпизод один пройден. А, видимо, следующий эпизод выйдет через хер на какое время, да? Или что? Нет, смотрите-ка, все эпизоды доступны единовременно, видимо. Пересечение путей. А, я не знаю, это насколько большое DLC. Я привык к тому, что DLC маленькие, ушлепочные, как в третьем Dead Space. А здесь DLC, видимо, такое основательное, как у Outlast. Вистолблоуэр, ведь он не отдельная игра, а тоже DLC-шка. А выглядит просто отдельной игрой. В то время, как Алан Уэйк Америка Найтмар является отдельной игрой, а выглядит, как ебучая DLC. Не слишком удачно. Ты не хочешь включить ебаный фонарик? И оставить его включенным. О! Влагалищ на лиц и демон. А, мне надо вот на эти херни светить, вроде как. Это верный знак. Какая-то половая трещина в стене появилась, блин. Под воздействием света. Невиданная реакция. Ну, блядь, ты заебала. Как же фонарик-то выключить догадался, а? А, ебтель на левый стик. Но здесь я даже что-то не понимаю, когда он светит, когда он не светит. Из-за того, что вода не отражает свет! Пошел твой Рубен Викториано и прочее, блядь. Его земляки в задницу. Козел. Рубик, блядь. И что случилось с ним? Рубен был бороться. В результате вероятности вероятных людей. Это, видимо... Он знает, что я здесь. Конечно, он знает. Он тебя видел лицом к лицу. О, нож. Это что это? Топор. Здесь невидимый враг. Смотрите. Нихуахуа. Это Шлесли. Убийство в скрытном режиме. Зарубить топором после удара топор исчезает. Одноразовый топор? Это так похоже на Last of Us. Там одноразовая какая-то... Нож одноразовый. Либо дверь вскрываешь, либо убиваешь. Да, одноразовый топор это, блядь, новое слово в науке и технике. Я не знаю, как они... Это всё Роснано должно было думать, чтобы придумать одноразовый топор. Одноразовый нано-топор. И как него убить в этом скрытном режиме? Хэдшот. Странно, что она выше ворот не ударила. На, топор исчезает. Это не только из моей руки, но и из его головы. Ёптю мать, там ещё один появляется, что ли? Ну нахуй. А, сейблась вот делать невидимые враги. Это... Одна из нелюбимых вещей игроками. Это проводили какие-то... Ну я смотрел, как это называется. Статья какая-то, короче. Чего больше всего не любят геймеры. Бессмертных врагов, невидимых врагов. И ещё каких-то врагов, по-моему, которые взрываются, что ли. Да все мы знаем, что любят эти геймеры. Чтобы раки играли за врагов, а не за вас. Ничего нового это... Этот топ ненавистных мобов мне не дал, в общем-то. С какими-то поносными звуками он немножко ходит. Как будто он насрал себе в ботинке, блин, и чвякает. Но у него нету обы. Это самая громкая ходьба босиком в моей жизни. Но... Почему всё стихло? А у него нож в спине. Нож, может, многоразовый будет? Может, мне его вообще не дадут взять? Чтобы он, скорее всего... У нас поистине хреновые новости. Наши подопытные умирают. При отключении от стема они не дышат. И лица у них искажены ужасом. Те, кто выживает, впадают в кататоническое состояние. Они бормочут что-то бессвязное. От них ничего нельзя добиться. Мы не знаем, чем это вызвано. Мы не вносили никаких изменений в процесс. Вероятно, дело в коллективном сознании системы стема, которая продолжает расширяться. Эти пациенты, похоже, не выдерживают нагрузки. Нам нужны более здоровые подопытные. Возможно, они смогут очистить систему. В настоящий момент система неустойчивая. Мебиус такого не потерпит. На сей раз винить во всем можно только меня. Наш новый прототип в маяке почти завершен. Когда все будет готово, я начну переделывать его в беспроводную систему. Даже если эксперимент с первой стем закончится неудачей, устройство второго поколения позволит мне показать, чего я стою. Да говна куска ты стоишь. Не самого большого, правда. Так, здесь для чего-то есть шкаф. Неужто я сюда еще вернусь? Или здесь надо было что-нибудь нажать, наверное, и спрятаться? Это будет не очень тихо, пожалуй. Я думаю, если бы здесь были какие-нибудь зомби, они бы сейчас сюда сбежались сразу. Ну, конечно же, нельзя приоткрыть чуть-чуть и пролезть под низом. Надо полностью задрать решетку, блядь. Так, этот ящик двигается. А раз он двигается, значит... Значит, это явно не просто так. Ну, хотя в этом случае, может быть... Ой, не нравится мне это место. Ой, блядь, оно мне как не нравится. Ой, 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 как оно мне не нравится. Просто аяяшки, как оно мне не нравится. Ну, блядь, идти-то вообще больше некуда. Схвати меня за жопу, крокодил. А, та тут мелко. Важно не поднимать волну. Я думаю. Гусько. А, блядь! Сто хуёв тебе нарыло. Что, где она? А, не идёт? Ну, и мне туда идти не шибко теперь хочется. Не знаю, что бежать, не бежать, что. Какие-то тут слепые, какие-то глухие. Там где-то Лесли бормочет. А, это она. Это она, говорит. Главная героиня взяла управление на себя и тут же, походу, резко обосралась. Да, она сделала правильное решение. Она стояла и ждала, когда что-то произойдёт. Я бы на её месте поступил точно так же. А, так вот как они появляются. Хоть бы слепой, хоть бы слепой. Хоть бы она слепого сделала. Да, это слепыш. Это слепыш, но он не глухой. О! Мана моя небесная. Давай, давай. Давай своим маникюром тянись. Не визжи, господи, он уже тебя слышит. Что ж, патроны, видимо, бесконечные, так понимаю, да? А, нет, конечные. А, нет, бесконечные. Она только заряжает их, а они... Блядь. Но шутер... Шутер со стиком, это... Выше моего... Выше моего скилла во владении джойстиком. В принципе, можно... Не целиться. Сука, я разобью и фонарик. Так, я резко перешел на мышку в этом моменте, потому что... Трубу шатал я. Да ну нахрен. Самый облом, что на клавиатуре я не знаю, как перезаряжаться. Поэтому сейчас будет комбинированное управление. Я буду стрелять на мышку и заряжаться на джойстик. Смертельный номер. Правой рукой стреляю, левой заряжаю. Жаль, что я без вебки это делаю, потому что это просто... Ну, перезаряжайся, блядь. Почему она не перезаряжается? А, надо прицел отпускать. Так, я разбил ей лампочку. Но атака не прекращается, они идут. С удвоенной силой, я бы сказал, они идут. А, лампочка у нее еще... Сама она в бой не рвется. При таком количестве шестерок и я бы не рвался. Это была миссия со стационарным пулеметом, но со стационарным пистолетом. Который она, тем не менее, с собой взяла, что внушает мне определенную долю оптимизма и веры в будущее. Но это было чертовски неплохо. Вспоминаю Dead Space 2, где кверх ногами после крушения поезда висишь и отстреливаешься. Это что-то было похожее, только не кверх ногами в естественном положении. Что ж, это было солидно и неплохо. Как бы это, ну... В принципе-то банальщина в каждой игре, примерно такое есть. В Резьбе Ревелэйшн первой надо было со сломанной ногой отстреливать волков, чтобы не дать им сожрать себя. Ну, это как, например, первое, что в голову пришло. Но все равно разрядить вот это однообразие стелса было неплохо. Дать мне теперь пистолет, но не дать патронов, тоже хороший ход. Я оценил. Короче, мне все нравится, я пока доволен этой игрой вообще на 150%. А вот и бусинка. Что жрала? Батон? А, и чью-то печень. Мне кажется, с этой кошкой будет какой-то замес, походу, нихеровый. Но не в этой серии, само собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!